Злой паук И не было его, ну, наверное, где-то часа два Ну, а я сижу себе такой И не столько рыбачу, сколько медитирую И вроде бы клёво нет такого День на улице, но на той лунке дёрнет Или на этой В общем, вроде бы как и не клюёт, а рыба ловится Ну, а тут слышу, позади меня снег захрустел Как будто бежит по нему кто-то Да не бежит, а ломится Голову поворачиваю И правда, Димка несётся Как раненый заяц, только размером с медведя И медведь этот явно чем-то напуган Выбежал Димка на озеро Подскочил к крайней лунке Вытащил удочку И буквально к воде присосался Ну вот ни дать ни взять Раненый медведь Ну, а я тем временем, не торопясь, подошёл к нему Стою, жду Он с фырканьем напился Там это, паук «Кто?» Переспросил я «Паук?» «Да, паук, только он огромный Он на камне сидит И злой такой Паук, значит, да?» «Слушай, муля, а ты точно никаких грибов Из-за снега не выкапывал, не ел их?» «То иди ты к чёрту!» Обиделся Димка «Я его, как увидел, чуть в штаны не наложил» «А по-моему, наложил», принюхавшись, сказал я «Ладно, ладно, не дуйся, пойдём посмотрим твоего паука, самому интересно» «Далеко он?» «Да нет, минут двадцать, наверное» «Ну я ж бежал» Шли мы, наверное, минут сорок А может быть и побольше Быстро Димка бежал Ну и меня, конечно же, разобрало любопытство Что же его так напугать-то могло? Ну а пока мы шли Я перебирал в памяти Какие есть сказки про пауков у Саами Ну и так далее А потом Димка вдруг резко остановился И я услышал голос «Стойте! Дальше нельзя!» Мы резко остановились, как будто уперлись в невидимую стену И нас буквально парализовало Перед нами, метрах так, в двадцати, стоял огромный камень И на этом камне сидел здоровенный паук И этот паук был огромным Размерами своими Он походил на годовалого бычка Он был закован в темно-фиолетовый панцирь А его красные, как горящие угли, глаза Смотрели прямо на нас А мы стояли, как вкопанные И смотрели на него И не могли пошевелиться И вот именно тогда Я до конца и осмыслил фразу Животный страх Я ее буквально прочувствовал Паук посмотрел на нас Еще какое-то время И жвалы его Зашевелились Ну что, обезьяны, страшно Вижу, что страшно Но вы не моя еда Так что можете не бояться Хотя нет Бойтесь И слушайте Что бы они вам не предлагали И как бы они вас не просили Не соглашайтесь Иначе вы попадете в кок А теперь Бегите Вон Внезапно Оцепенение вдруг пропало И мы побежали И это был тот еще забег Мы, наверное, побили все существующие И будущие мировые рекорды Мы неслись на перегонки С собственным ужасом Не разбирая дороги Сердце молотило Где-то в районе КДК А во рту стоял Соленый металлический привкус А потом силы внезапно кончились И я упал Прямо лицом в снег Рядом упал И Димка И вот сколько мы так провалялись Я не знаю Но когда я наконец-то Смог поднять голову То увидел Что мы лежим Около палатки Ну и, конечно же В этот день Мы уже никуда не ходили Поначалу Мы вообще как маленькие дети Забрались в палатку И сидели там Боясь высунуться Словно тоненькие стены Из тряпочки Могли нас от чего-то спасти Ну и страх потихонечку отпускал А мы пытались найти всему этому Хоть какое-то объяснение Муля, кстати, тоже слышал голос этого паука И мы еще долго рассуждали Что же он сказал нам Вернее, даже не так Что он имел в виду Ну а то, что все это нам не привиделось Мы даже и не обсуждали Потому что до этого была и леса И русалка И много чего еще Это же перекресток А на следующее утро Мы отправились рыбачить Так пролетела неделя Мы ловили рыбу Бродили по сопкам Ну, конечно же Проходили мимо этого камня Но там, естественно Никого не было И вот наступил день нашего отъезда Мы собрали вещи Совершили марш-бросок Через Урагубское И вышли на дорогу Там нас на машине ожидал местный приятель Который должен был отвезти нас На железнодорожный вокзал в Мурманск Мы погрузили наши вещи в машину И поехали До отправления поезда Времени было много И мы решили еще зайти в баню А потом в кафе Ну, чтоб в поезде ехать Как цивилизованные люди Ну и где-то Подъезжая уже к Мурманску Наш местный приятель И говорит Пацаны Тут вот какое дело Мне пару коробочек Надо в Питер передать Ну, а вы это Деньжат по-легкому срубите Пять тысяч Говорит дам Я даже возмутился Говорю Слушай, ну какие между нами счеты-то Давай то, что надо отвезти И все доставим в лучшем виде Без всяких денег Но тут вмешался осторожный Димка А что говорит Отвезти-то надо Да ерунду Пару коробок краба Отвезете Там пацаны вас встретят Да говорить мы ему не дали Потому что чуть ли не хором Крикнули Нет И тут же вспомнили про паука А в голове прозвучала фраза Что бы они вам не предлагали И как бы они вас не просили Не соглашайтесь Иначе вы попадете в коконг Всю дорогу он нас уговаривал И так И этак А мы ни в какую Нет и все В общем Когда мы подъехали к вокзалу Он на нас люто обиделся Даже вещи не помог выгрузить Ну а Про то, что дотащить Я молчу Он так и сидел Надувшись в машине И как только мы разгрузились Он тут же уехал Ну и баня наша Конечно же накрылась Ну а в кафе Конечно же привокзальная Мы ходили по очереди В общем Проторчали мы на вокзале Часов наверное пять Но самое интересное Началось Когда мы спустились на перрон Вот как только Мы перетаскали туда вещи И сели отдышаться Так сразу же Словно из-под земли Появился наряд полиции Полицейских было трое И они обступили нас Взяв в полукольцо Ну и после ритуального Ваши документы Куда направляетесь Они попросили Добровольно показать Что же у нас в рюкзаках Дабы сэкономить наше время И не идти в отделение Пришлось нам распаковывать Рюкзаки и волокуши Полицейские Все тщательно осмотрели Проверили И не найдя ничего нелегального Разочарованно Удалились Пожелав нам Счастливого пути А мы с Димкой Только злорадно Переглядывались Ну а потом мы сели в поезд И поехали Ну и уже где-то после Оленигорска Приведя себя в порядок В местном туалете Попив чаю Мы вырубились спать Разбудили нас ночью Уже в Кандалакше И опять Это был Наряд полиции У нас опять Начали проверять документы Предложили добровольно Показать вещи Иначе пришлось бы Идти в отделение В общем Все повторилось С точностью Как в Мурманске На перроне С явным Разочарованием Для полицейских А потом Они долго Разговаривали С проводницей Мы же Запаковав вещи Обратно Вырубились Спать И больше До самого Питера Нас никто не беспокоил Но как только Поезд Прибыл На Ладожский вокзал Нас опять встречал Почетный Эскорт Полицейских И все Повторилось Вновь Видели бы вы Испуганно Удивленные Лица наших близких И наши Торжественные рожи Это был Тот еще Театр А теперь Бегите Театр 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 Продолжение следует...